Слишком много препарав тоже не надо. А вообще в классическом шашлыке можно обойтись с солью, перцем и кинзой. Дорогие мои, всем бодрячком, всем вагом здоровья. Вы уж было подумали, кулинарный док, блин док, кулинарный влог от Денщика. Нет, сегодня я буду делиться своими головными мыслями, мюслями, как Снелки их называют в своих видосах. Это чисто видос для своих. Кстати, когда вы делаете шашлычки, что вы туда добавляете? И какой классический рецепт вам больше по душе? Или, например, с минералочкой, с кефиром? Вот так вот я снимаю влоги. Кстати, если в минералку добавляете, мясо становится намного мягче. Но у меня было шея, отличное мясо, с проверенной в свинофарме. Если вам шашлычок понравится, хотя как он вам может понравиться, я поделюсь с вами как-нибудь секретом. Я продал мотоцикл. Не волнуйтесь, не БМС-1000РР, я продал этот мотоцикл. Ну, ребята говорят, что в жизни намного круче выглядит. Ну, конечно, жалко продавать его, если честно, но нужны бабки. Может, лучше встать кому-то одному? Вот, вот этот. Он стоит там. Братья, теленая. Вот, иди сюда лучше встать. И мы берем и закатываем. Так, я надо... С правой стороны, кторую, 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 кторую. Куда? Мы сейчас все втроем держим прицеп. Нет, потихоньку переходим туда тоже. Тихоньку переходим, подожди. Тихоньку переходим, блядь. Даже не верится, что мотоцикл уезжает. Мне даже как-то грустно на душе стало немножко. Ну все, Абибас. До встречи в Эстонии когда-нибудь. Вот попробуй эту, это просто подарок будет, если она на тебя налезет. Это моя боевая кофта. О, вот эта. Она налезла. Да. Налезла, да? Еще подарок. Еще раз поздравляю. Спасибо. На видео, чтобы все было хорошо. Спасибо, что приехали. Приятно познакомиться. Все, спасибо и удачного вам пути. Вот человек вчера написал, сегодня приехал и забрал. Приятные люди. Мне приятно было с вами пообщаться и познакомиться. Конечно, грустно, печально, но это жизнь. Если кто-то забыл, я напомню, это Сузуки GSF Bandit 99 года Custom Street Fighter, который я купил, ну не в очень таком хорошем состоянии, в среднем состоянии, скажем так. Армированные тормозные шланги, новая резина, новые цепи, новое сцепление. Крышки двигателя ручной работают. Это вообще шедевр. Чао. Всю раму от песка струили, покрасили. Отличная работа от Андрея, который придумал дизайн и покрасил этот мотоцикл. Я типа тут вмешаюсь? Чао? Не узнал он меня. Гунтс, привет, передавай. Я знаю, я ее к Зану. Немецкие ручки, тормозы, сцепление, что вам еще показать? Китайские ручки Bandit. Очень дорогие зеркала немецкого качества. Custom сидушка, спасибо Ивану за эту сидушку. Интересный подкрыльник сделан. Оригинальный Austin Racing выхлоп. Блинк, 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 блинк. Это вообще залипательно. Этот мотоцикл официально зарегистрирован. Сделан был проект. Кому интересно, смотрите на канале. Там три или четыре серии все об этом мотоцикле. Ну а мы поехали дальше. Не зря мариновал шашлычок. К чему же все это? Почему я все продаю? Автомобиль продаю, мотоцикл продаю. Этот мотоцикл, конечно, на любителя. У каждого свой вкус и цвет. Мне он очень нравится. Такой яркий. Никого не оставляет. В равнодушном. Кто-то посмотрит, такой, вау, какой классный эмоцик. Аби-бас. Почему не Адидас? А потому что в свое время я писал представителям Адидаса. И они просто меня тупо проигнорили. Вот мой инстаграм, если кто-то не знал. Мотохантерс. Сейчас вам показываю, сколько у меня сообщений. Чтобы вы не обижались. Если кого-то я не вижу, не могу ответить. Первая графа. Очень много сообщений. Вторая графа. Дженерал сообщения. Вторая вот. Полная тоже, да? Полная. Третья графа. Реквесты. 99. Надеюсь, вам видно. Не сильно отсвечивает. Очень много сообщений. Пишет мне Алексей. Так. Типа он хочет мотоцикл. Хорошо, я сейчас за пределами страны. Вот через неделю-полторы вернусь. Тогда с вами свяжусь. А чего я его не купил? Я говорю, денег не хватило. Если приезжать, то куда? Я говорю, в Ригу. И начинается. Я серьезно хочу его купить, но буду в конце следующей недели только дома. А можно про него больше информации? Окей. Я дал информацию дальше. Хорошо, я вопрос с транспортировкой понял. Узнаю, что почем. Окей. Так, дальше. Какой расход на сотню? Он спрашивает. Ну ладно. Я давно хочу мотоцикл. Планировал приобретать. Думаю, будет первым мотоциклом. До этого ездил на двухсотки. Кастомный у друга брал. Всегда аккуратно отошусь. И смотрю много видосов, как правильно вести себя на дороге. В шлеме канал. Хочу школу пройти. Есть в Украине. Вообще зайду на Алексея. Блин, молодой парень. Я сомневаюсь, что он приедет с Украины и заберет у меня мотоцикл. Но он мне начал тут постоянно писать. Леха. Ну вот серьезно. У меня, честно, нет времени на простые переписки. Я 90% даю, что ты даже не планировал приезжать и покупать этот мотоцикл. Как бы ты мне там не клялся в этом всем. Сегодня он мне пишет. Такой вопрос. Какую ветрозащиту, чтобы она не выделялась? Есть шанс установить? Есть. Дальше. И бумаги тоже будет на русском языке сделать, чтобы у себя в стране нормально пройти. То... Ё-моё. Я ему все рассказал, все сказал, что официально зарегистрирован мотоцикл. Ну, мне кажется, он просто так хотел пообщаться. Я говорю, ты опоздал? Мотоцикл зарезировано. Следующий это Moki Wild Soro. Я, пожалуй, зачитаю всю эту историю. Куплю. Я говорю, забирай. Где он стоит? Что привезти тебе с Киева? Я 20-го буду в Риге. Сегодня как раз 20-е число, если что, сентября. Я говорю, Сало, он у меня в гараже стоит в Риге. Только что прошел техосмотр, на 2 года официально зарегистрирован. Он, серьезно, Сало? Я говорю, да, я обожаю украинское Сало, потому что я сам по линии матери украинец. И магнитик можешь. Изя, как с тобой связаться, когда буду в Риге? Я говорю, пиши заранее просто. Про мотоцикл, я так понял, ты пошутил? Окей, нет. Хочу себе еще один байк. А как ты его повезешь? На прицеп закину. Берите на заметку. На прицеп закину. Это получается, человек должен приехать на автомобиле с прицепом. Правильно? Смотрим дальше. Могу скинуть предоплату. Я говорю, да, не надо, зачем? Окей. Тогда супер, а тебе серьезно, Сало? Я говорю, конечно. Я говорю, у тебя в Facebook есть? Нужно будет бумаги сделать и так далее? Нету. Хорошо. Я говорю, скинь свои данные. Не скидывает. Так, дальше. Выйди на связь. Я так, я говорю, так на связи. Звонил тебе, я завтра буду в Риге до конца месяца. Сало я купил. Это вчера, ребята. Вчера. Смотрите дальше, слушайте дальше. И здесь знакомые байкеры передали тебе вкусняшку и подарки. Но я могу 20-го или какой-то любой день тебе встретиться. Я ему говорю, я уезжаю на курсы, меня не будет неделю. Я буду обучаться. Я говорю, ну давай 20-го и на этих выходных. Вот неделю, когда я снимал это видео. Так, давай так, я буду в Риге, наберу тебе. Я говорю, лучше пиши, потому что я постоянно катаюсь, снимаю, у меня нет времени. Просто скажи, куда подъехать, и все. Старик, у меня 4 пакета для тебя. Это было бы очень круто. И я верю, что ребята с Украины могут собрать такие посылки. Но теперь внимательно слушайте. Знаешь, самое забавное, что реально они огромнейшие. Там помимо продуктов, разные украинские конфеты, тортики, какие-то полуфабрикаты. То есть все, кто тебя знает, все это у тебя что-то передали. Помимо этого, там где-то же игрушки есть. Слушаем дальше. Я еду машиной, и в Риге я возьму прицепчик. И погружу, и буду ехать потом на Киев. Но в конце месяца. Окей, может быть, это все правда. Но первое, что меня удивило. Возьму прицепчик. Может быть, он у какого-то друга его возьмет. А вы понимаете одно. Если вы берете прицеп в чужой стране, то вы его должны вернуть в чужой стране. Вы не можете взять его в Латвии и оставить его в Украине. Если страна большая, окей, вы можете оставить прицеп на той же заправке, на том же филиале. Но и то это очень редко. Потому что мы ездили в Эстонию, я знаю, что такое прицепы, блин. Дальше. Слушай, я даже ради приличия не вскрывал все эти пакеты. Кстати, если ты будешь гонять послезавтра, то было бы неплохо. Я бы принял бы с тобой участие, потому что мне там товарищ даст Кавасаки H2R на обкатку. Я бы хотел его обкатать. Если ты будешь непротив, я бы не против с вами погонять. Так что, если что, я в деле. Ну и заодно я бы посмотрел бы Ригу. Потому что я там первый раз, поэтому... Ну, ну, не круто. H2R! Ребята, H2R! У него есть друг в Риге, который есть H2R, он его возьмет на обкатку. Ну, если честно, мне как-то это все не сходится. Прицепы H2R. Вроде человек серьезно пишет, но в то же время, как он мог собрать эти 4 пакета так быстро? Я не знаю, я в это не верю. Если он придет, точнее, если он приедет сюда, заберет мотоцикл до выходных, а вы это увидите в этом видео, а, скорее всего, этого не будет, то я лично извинюсь перед ним и запишу это на видео. Но пока что это все выглядит, извините, буллшит просто. Ну, и сегодня он мне написал, набери в инсту. Зачем? Я говорю, привет, ты мне напиши лучше. Пиши, потому что я подстану на мотоцикле, я подъеду куда надо. Сейчас на часах 16.54. Ну, до вечера еще есть время. Ну, я сомневаюсь, что это все реально. Были времена, когда я ходил в ломбар сдавать золотую цепочку, фотоаппарат и другие вещи для того, чтобы тупо выжить, тупо покушать, съездить на центральный рынок, купить себе курицу, сварить куриного супа. Первые свои большие деньги я потратил на крутые Nike штаны спортивные, обалденную байку синего цвета с белыми полосками. Ну, как бы других цветов нет, вы понимаете, да? А, нет, вот еще такие цвета есть. И два дня мы с друзьями кувролесили. Вообще молодость, знаете, для того, чтобы кувролесить. Но я вам советую лучше заниматься спортом, заниматься какими-то реально такими вещами, которые вас будут продвигать. И вы сможете путешествовать вокруг мира. Вам не нужно будет просить бабки у родителей. Я говорю, в наше время молодежь может заработать деньги легко. Очень много возможностей, что бы кто ни говорил. Главное стараться. Ну, нужен талант. Что бы я сейчас хотел, это быть немного помоложе. На лет так 7 помоложе. Хотя, с другой стороны, все происходит тогда, когда это должно было произойти. И не нужно жалеть прошлого, потому что в прошлом жить это неправильно. Нужно жить в настоящем. Прошлое мы не можем изменить. А вот сейчас, сегодня мы можем поменяться. Мы можем начать двигаться вперед. Так что, забейте на прошлое. Я не говорю сейчас о воспоминаниях, хороших воспоминаниях, добрых воспоминаниях. Они обязательно нужны. Просто не убивайте себя тем, что вы там не похудели в те годы. Не сделали себе бицухи, или сиськи не накачали, или губы не накачали, или чем-то не начали заниматься. Займитесь этим сейчас, и все. Ну, а сейчас я вам покажу то, ради чего я продал мотоцикл и продаю все остальное. Настал момент истины. Прикиньте, катаюсь тут по земле, вообще пофиг. По огороду все. Да, друзья, земля, наконец-то. У меня есть земля в иллюминаторе. Я купил себе землю. Слева солнце, справа мотоцикл, трава. Зеленее зеленой. Маленькая мечта сбылась. Просто посмотрите, какая красота вокруг. Березки, зелень, дорога рядом. Отличное место. Но есть одно но, о котором я вам сейчас расскажу. Как же круто ездить по своей земле. И тебе никто ничего не скажет. Вот этот дом довольно быстро построили. Да, вот самая большая проблема теперь деньги на дом. И вы поняли, что продаю я все для того, чтобы разобраться с кредитами. Я не хочу, чтобы меня обременял кредит за землю, кредит за дом. А мне принадлежит одна квартира. Вторая квартира у меня в ипотеке. Я хочу поблагодарить своего отца, что он мне дал такую возможность купить ему квартиру. И оставил мне квартиру побольше. Спасибо, пап. Перед тем, как покупать землю, проверьте, все ли с ней в порядке. Один мой хороший товарищ купил себе землю, а вместе с ней кучу проблем. Сейчас мы, кстати, здесь проезжаем по этой земле вроде. Вот здесь земля продается. Там уже кто-то строится. Только-только продали землю. Вот здесь земля продается. Очень много земли. Как вам вообще такое место? Шикарное, не? Я сейчас езжу по чужой земле, получается? Или что? Или по своей еще езжу? Слушайте, нормальный гризомесит. Street Fighter. Вот такой глубокий трой. Оу! Оу! Вот этот поселок. Он купил здесь землю. Оказалось, что нужно платить за то, что еще лес вырубает. А по-латышски это от Мажошина. И по их проектам нужно дома строить. Так еще очень много проблем. Поэтому повторюсь, перед тем, как покупать землю, все проверьте. Есть ли электричество, есть ли газ. Что с водой, грунтовые воды. Поинтересуйтесь у соседей, что да как. И тогда только покупайте. Я, наверное, сейчас разочарую тех, кто думает, что я заработал на эту землю, вообще на все остальное, на ютубе. Нет, ребят, я не заработал это на ютубе. Это мои долгие годы работы, накопления, поездки в различные командировки. Мои видео не набирают столько просмотров, чтобы я мог заработать с ютуба на землю, на дом. Поэтому, к сожалению, пока что дом я не смогу построить. В среднем нужно около 100-130 тысяч евро. Был план изначально продать квартиру. Вот так выглядит моя земля. Вот там она. Здесь чья-то непонятная земля. Ребята в Англии живут. Давным-давно купили землю, так ничего и не сделали. Поэтому я решил заняться бизнесом. У меня до пенсии есть еще время. И два моих направления. Это продажи мотоциклов, которые я займусь в следующем сезоне. Запись пошла? А? Запись пошла? Пошла. GoPro 8 любит выключаться на ходу. Ну, а второе направление. Это, наверное, одно из самых любимых направлений большинства людей. Как вы думаете, что это? Это еда. Держи баланс. Я стараю. Вот я уже вскопал землю немножко. Сейчас мы будем шашлык жарить. Кузнечик. Я когда сюда первый раз приехал, я увидел там закат и просто влюбился. Друзья, если кто-то мне хочет помочь поставить тут толчок и какой-то навесик, чтобы, по крайней мере, шашлычки жарить, я буду очень рад. А вот мой сосед на мотоцикле ездит. Привет, сосед. Он такой в шоке, думает, с лопатой приехали, закопаем что-то тут. Ну, а пока не готовы самые вкусные шашлыки в мире, я отведу чипсы Демас Пита Чипс из арабского хлеба. Не во фритюре. Да? На, кушай. Спасибо. Молодым можно, потому что я-то пупс, я не могу. Итак, идея бизнеса – еда. Я в свое время учился на повара, ну, конечно, я там один курс только отучился. Кебабы, есть идеи, очень много идей. И пока мой бизнес не пойдет, никакого дома здесь не будет. Потому что сначала что? Сначала бизнес, деньги, а потом дом. Поэтому ждите, будет кебабное, будет шашлычное, будут вкусные шашлычки. По моему рецепту кебабы, посмотрите. Шашлык готов, когда немножко подрумянился. Никогда не режьте шашлык, когда он на шампуре. Никогда. Приятного аппетита, кто сейчас только начнет кушать, хотя все обычно кушают уже, когда смотрят видос. До новых встреч, всем пока. Ну да, комары тут. Комары. Надо сесть к шашлыку поближе. Оп. Чтобы можно было переворачивать. И все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok